Итак, друзья, сейчас хочу коротенько поговорить про два аппарата, которые по шустрости, по-моему, примерно одинаковые, хотя в процессорах разница звезданутся. Одного P90, у другого P20, что ли, или P20A, как-то так. Короче, у одного 8 ядер на 2 с лишним ГГц, у другого 4 ядра на, по-моему, те же самые 2 ГГц, хотя гарантировать не могу. Но суть в том, что разница в смартфонах офигенная, а работают они примерно одинаково. Почему? Хрен его знает. Приятного просмотра. Итак, друзья, всем приветик. Сейчас хочу немножечко сравнить аппараты BlackBV 99.00 справа и 49.00 слева. Я думаю, разница видна. Оба сейчас находятся в бамперах. Этот стоит в 3 раза дороже этого. Ценники, само собой, найдете под видео. Моё личное мнение по работе. Это слева у нас модель 49.00. Она у нас, по-моему, первый бюджетник от компании BlackBV, который работает быстро, имея всего 4 ядра. Раньше у меня был всё время такой вопросик, зачем они ставят совсем уж дешёвые процессоры. Теперь вопрос отпал, потому что здесь процессор вроде бы и дешёвый, но из новых. И он очень хорошо себя зарекомендовал. По экранам, я вам скажу, тоже сильной разницы я не вижу. Причём этот, кстати, немножко темнее, но у него разрешение больше. Этого экрана яркость намного светлее, но разрешение меньше. На глазок? Да, думаю, и даже не на глазок. Фиг, вы разницу увидите. То есть зернистость она, конечно, есть, но её видно только тогда, когда уже носом в экран тыкаешься. Поэтому, на мой взгляд, экран сойдёт очень даже. Единственное, здесь нету сканера отпечатка пальцев вообще. Но, типа, экономия должна быть экономной. Как-то же они должны были сделать такой дешёвый ценник. Здесь сканер на боку, кто не в курсе. Далее, по камерам. Как вы видите, интерфейс у камер примерно одинаковый. Функционал у камер одинаковый, только здесь более резкая картинка. Но, на самом деле, это специально делается с повышением таким декоративным. Потому что в результате фотки, само собой, тут хуже. И светосила у этой камеры меньше. Сейчас попробую вырубить прожектора. Я надеюсь, вы разницу увидите. Я думаю, уже видно по линии чехла от планшета. А нет, он подтянул. Смотрите-ка, перенастроился. Хорошо. Попробуем ещё более тёмные условия создать развернённых камерами вниз. Посветим на клавиатуру. Я не знаю, насколько видите вы. Сейчас. У меня рук не хватает. Во. Здесь более чётко, здесь менее чётко, но в остальном разницы нет. То есть, на фотографиях в дешёвом камера ненамного выступает дорогому. Но это я про фотографии, извиняюсь, вблизи. Назвал фотографиями, хотел сказать макро. Короче, в макроснимках у них, грубо говоря, паритет. Снимают они оба одинаково. Особо не учитывая то, что у этого есть макроглазок отдельный, потому что толку от него не густецко. Но могу сказать так. Вдалеке, конечно, этот хуже. То есть, вдали у этого есть даже зум, которым можно пользоваться. Попробую найти. Я тут фоткал. Вот. Это фотка издали, да? А это просто уже зумчик. Два раза. Это зумчик уже то ли 8, то ли 10 раз. То есть, тут уже видно, что объект съемки уже притянут очень сильно. Вот оттуда. Но я думаю, вы догадываетесь, что такой цифровой зум. Само собой, никакого оптического. Но мое мнение такое. Если у вас немного денег, и вы готовы к тому, что аппарат будет чуть-чуть иногда задумываться, то 49.00 очень даже подходит. Потому что у него есть один только глобальный косяк, то, что он весь на клею. То есть, разобрать его проблемы. Но с момента получения вот такого бампера, я понял, что 49.00 в принципе, очень даже хорошая моделька. Потому что у нее был один единственный минус, что выпуклость перед экраном. Вот видите, да? И все. Чуть-чуть совсем. Но теперь за счет бампера выпуклость стала намного больше. И в случае таких падений ему явно уже ничего не будет. За счет этого бампера появилось место под ремешок и так далее. То есть, множество минусов, которые я до этого считал глобальными, они у него ушли, потому что появился бампер. Поэтому, на мой взгляд, если вы не тянете вот такой, как, в принципе, не мудрено многие в России не тянут, ой, запутался, где как управлять, то можно свободно, по-моему, купить 49.00. Единственное, как-то это дело обыграть, чтобы у вас была, я не знаю, или гарантия, или чтобы кто-то вам гарантировал, что в случае чего вам его поменяют. Потому что разбирать его геморрой. Ну и, соответственно, рекомендую беречь его от железной пыли, потому что если в динамике она набьется, неразборный корпус, соответственно, починить будет сложно. Ну и, кстати, я забыл, что здесь и так есть крепеж. Это в этом не было, да. Это я сглупил. Ну так видите, получается одни сплошные плюсы. И громкость у него хорошая. Динамик с микрофоном очень хороший. На все у него офигенно работает. Нет беспроводной зарядки, правда, которая есть здесь. И сканер отпечатка пальцев, который здесь есть. Ну и он чуточку побольше. Ну буквально чуть-чуть. А по толщине, так наоборот, даже еще и меньше. Поэтому если выбирать из этих двух аппаратов, но с условием, что вам не попадется брак, то, конечно, этот более рентабельный. Хотя 4К он писать не умеет. А мне лично нужно 4К, поэтому я, к сожалению, все равно обязан выбирать вот такие аппараты. При том, что здесь и аккумулятор лучше держится. При том, что телефон тоньше и легче. Но вот как-то так. Не зря тут всего 4 ядра. Видимо, это более энергоэффективное решение. Поэтому, если вам хочется купить аппарат недорогой, который хорошо работает, который построен на 10-м дроиде, точнее, в нем стоит 10-й дроид, 49.00 очень даже. Единственное, еще раз напоминаю, придумайте, как обойти брак. Потому что брак – это жесть. С браком тут уже будет ничего не поделать. Потому что, если вы его разберете, вы вряд ли уже сможете его собрать так, чтобы он снова был герметичный. На этом деле все. Всем спасибо за просмотр. Это было небольшое видео про аппараты Blackview BV4900 и BV9900. Все. Всем спасибо. Всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...